Хе-хей, привет, друзья! С вами профессор Гуглов. И сегодня расскажу вам о 10 удивительных применениях аспирина. Помогает в борьбе с угревой сыпью. Собираетесь на важную встречу или фотосессию и с ужасом обнаруживаете у себя на лице прыщ? Не расстраивайтесь. Вы можете убрать его при помощи таблеток аспирина. Итак, рецепт. Растолкните 3 таблетки. Важно, чтобы они были без покрытия. И смешайте с лимонным соком. У вас должна получиться густая паста. Теперь нанесите эту смесь на прыщик и подержите около 15 минут. Когда вы смоете мазь, прыщик исчезнет. Восстанавливает поврежденные волосы. Если ваши волосы утратили свой блеск и потускнели, попробуйте нанести на них восстанавливающую мазь. В чашке теплой воды растворите 10 таблеток аспирина. Эту маску нанесите на волосы после мытья головы. Оставьте на 15 минут, затем смойте. Вы заметите, что ваши волосы вновь стали упругими и шелковистыми. Удаляют пятна пота с одежды. Наверное, вы знаете, как порой нелегко бывает удалить пятна пота. Здесь вам поможет аспирин. Смешайте таблетку аспирина с теплой водой, нанесите на пятна и оставьте на ночь. После этого постирайте одежду, как обычно, и наслаждайтесь результатом. Продлевает жизнь срезанных цветов. Букеты со свежесрезанными цветами служат прекрасным украшением дома. Но, к сожалению, жизнь таких цветов коротка. Они могут простоять в воде неделю, но не больше. Но если в воду бросить таблетку аспирина, то букет простоит в вазе дольше. Особенно хорошо этот трюк работает с розами. Снимает зуд при укусах насекомых. Укусы насекомых могут быть очень болезненными и могут вызывать сильнейший зуд. Если вас укусил жук или ужалила пчела, используйте аспирин. Он поможет уменьшить отек и зуд от укусов. Смочите водой таблетку без оболочки до состояния пасты, нанесите ее на укус и подержите 10 минут. Если у вас нет денег на покупку дорогостоящего шампуня против перхоти, используйте обычный аспирин, который наверняка есть в вашей аптечке. Растолките две таблетки аспирина и смешайте с тем количеством шампуня, которого вам достаточно, чтобы помыть голову. Растворяет мыльные разводы в ванной. Если вы устали оттирать мыльные разводы, воспользуйтесь моим советом. Разотрите несколько таблеток аспирина и добавьте порцию вашего обычного чистящего. Нанесите смесь на поверхности, оставьте на полчаса, после чего вы с легкостью удалите ее губкой. Помогает справиться с мозолями на ногах. Все мечтают, чтобы их ноги были красивыми и ухоженными. Ладно, может и не все, но девушки точно мечтают об этом. Итак, если вы хотите удалить застаревшие мозоли, вам поможет аспирин. Измельчите 7 таблеток, смешайте со столовой ложкой лимонного сока до состояния той же самой пасты. Нанесите смесь на ступни, поместите в тепло на 10 минут. Затем пройдитесь с пемзой по проблемным местам. Вы увидите, что ваши ноги стали мягкими. Помогает сделать отличную маску для лица. В состав аспирина входят вещества, которые можно найти в очищающих средствах и кремах для лица. Вместо того, чтобы тратить деньги на покупку этих дорогостоящих средств, приготовьте домашнюю маску, благодаря которой ваша кожа станет сияющей и гладкой. Измельчите 7 таблеток аспирина без оболочки и добавьте к ним 3 столовые ложки натурального йогурта и 1 столовую ложку меда. Нанесите маску на чистое лицо, подержите 15 минут, затем смойте водой. Результат вас приятно удивит. А если вы хотите очистить кожу лица от мертвых клеток, то измельчите 5 таблеток аспирина и добавьте теплой воды. Мягко водрите получившуюся массу в кожу лица. Аспирин не только удалит верхний слой мертвых клеток, но и нормализует секрецию сальных желез, благодаря чему сократится размер пор. Оживляет севший аккумулятор. Это одно из самых удивительных применений аспирина. И, ребят, покажите обязательно этот способ своему папе. Нет ничего хуже, чем утром перед тем, как поехать на работу, сесть в машину и понять, что аккумулятор сел. Но еще хуже, если поблизости никого нет, и никто не может дать вам прикурить. Хотите верьте, хотите нет, но при помощи аспирина вы можете оживить ваш севший аккумулятор. Если вы бросите пару таблеток прямо вовнутрь аккумулятора, то ацетилсалициловая кислота вступит в реакцию серной, и в результате будет высвобождена энергия, которой вам вполне хватит, чтобы доехать до ближайшей станции обслуживания. Ну что ж, друзья, я думаю, это были очень полезные лапхаки, секреты, советы, я не знаю, как вам удобно. Поэтому, пожалуйста, обязательно покажите это видео родителям, ведь оно может сэкономить кучу времени, денег и нервов, в конце концов. Ну а с вами был профессор Гуглов. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова